Здравствуйте! Названы самые дешевые экскурсионные направления на лето. Рейтинг составили эксперты туроператора BCI Group. Самым недорогим оказался Минск. Путешествие в столицу Белоруссии обойдется одному человеку примерно в 18,5 тысяч рублей. Сюда входит перелет Москва-Минск-Москва, три дня проживания в трехзвездочном отеле, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также само экскурсионное обслуживание. Следом идет Ереван, экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22,8 тысяч рублей. Замыкает тройку Прага. За отдых в чешском городе путешественник заплатит от 23 тысяч рублей. Четвертое место досталось Тбилиси, пятое – Будапешту, на шестой строчке оказался Рим. Перелет с экскурсиями и проживанием обойдется туристу в итальянской столице в 25,5 тысяч рублей. Роспотребнадзор намерен ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов. Как заявили в ведомстве, чаще всего в России подделывают мясные и молочные консервы, то есть любимые всеми тушенку и сгущенку. Молочная продукция, но уже не консервированная, сыры, масло, молоко находятся на втором месте в рейтинге недоброкачественной продукции. Бороться с продуктовыми мошенниками Роспотребнадзор предлагает радикально. Ведомство уже подготовило законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификат продуктов питания. Как заявили в надзорном ведомстве, добросовестный бизнес поддерживает шаги по ужесточению ответственности за фальсификат. А тем, кто сознательно пытается подсунуть потребителям низкопробную продукцию, не место на рынке. В Министерстве юстиции доработали законопроект об изъятии единственного жилья. Квартиры могут лишить при долге больше 200 тысяч рублей. В новой редакции документа прописан целый список условий, при которых приставы смогут забрать жилье. Помимо самого долга на решение влияют еще квадратные метры на каждого члена семьи. Их должно быть не меньше 36. Если сумма долга несоразмерна стоимости квартиры, ее тоже вряд ли заберут. Под действие законопроекта подпадают четыре категории должников. Не возместивший ущерб за преступления, вред здоровью, при потере кормильца и алименщики. В любом случае окончательное решение будет принимать суд. Торговый центр «Разгуляй» купили московские девелоперы. В Перми состоялся аукцион по продаже имущества банкротящейся компании «Пиво Апторг». Как сообщает коммерсант Прикамье, на торгах удалось продать торговый центр «Разгуляй». Покупателем выступило московское агентство по недвижимости и жилищному строительству. Девять десятых долей вправе на торговый центр обошлись покупателю в 266 миллионов рублей. Торговый центр «Разгуляй» – последний крупный девелоперский проект группы компаний «Добрения» Константина Окунева. Он был запущен в эксплуатацию в 2011 году. Курс доллара, установленный Центробанком, на выходные составляет 56 рублей 75 копеек, курс евро – 63 рубля 66 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.